Девушки отдыхают Но сперва расскажем вам о главных событиях мировой политики этой недели Сомалиленд Сомалиленд Часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена на Украину позднее Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби Он также пояснил, что на новые поставки оружия средств на текущий момент нет и, следовательно, они прекратятся Мы уже предоставили Украине последний пакет военной помощи, на поддержку которого у нас есть средства Нам нужно получить помощь Конгресса, чтобы мы могли продолжить это делать, сказал Кирби Вопрос финансирования Украины со стороны Соединенных Штатов завис в конце минувшего года Из-за нежелания республиканского большинства в Конгрессе выделять деньги без уступа к администрации Байдена По вопросу притока нелегальных мигрантов через границу с Мексикой Кроме того, правые требуют от демократов отчета об эффективности расходования ранее выделенных 45 миллиардов долларов А также обсуждения с ними стратегии в отношении украинского кризиса в целом Республиканцы считают, что на украинском направлении политика США зашла в тупик Как и ожидалось, недавно избранный новый президент Аргентины сообщил об отказе вступать в БРИКС в официальных письмах Которые он несколько дней назад разослал всем лидерам объединения На данном этапе включение Аргентинской республики в БРИКС в качестве полноправного члена с 1 января 2024 года нецелесообразно, сообщил Милей в письме При этом он заверил каждого лидера БРИКС, что Аргентина хочет развивать двусторонние связи увеличивать торговлю и обмен инвестициями Жду встречи с вами, пользуюсь случаем, чтобы еще раз заверить вас в своем самом большом уважении Главным лоббистом членства Аргентины в БРИКС выступал Китай успешно конкурирующий с Вашингтоном за влияние в Южной Америке но победа, открыто проамериканского кандидата Хавьера Милея, на выборах сломала планы Пекина В 2023 году не стало последнего масштабного западного дипломата Генри Киссинджера и близко сопоставимой с ним фигуры в Соединенных Штатах Америки нет Среди многих ярких высказываний великого Генри мне особенно нравится это На следующей неделе не может быть никакого кризиса Календарь моих встреч уже целиком заполнен Я думаю, ее целиком мог повторить президент Беларуси Александр Лукашенко потому как минувший год в его графике был наполнен беспрецедентным числом визитов конференции высокого уровня и встреч, посвященных созидательной конструктивной повестке Может, потому опасный кризис, бушующий у границ Беларуси, обошел ее стороной О том, как белорусская дипломатия сумела остаться дипломатией мира На фоне окружающей войны и об итогах года в мировой политике пойдет речь в сегодняшней программе Рада приветствовать Вадима Боровика, политолога в нашей студии Здравствуйте, Вадим Здравствуйте С нами сегодня Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Российской Федерации Здравствуйте Здравствуйте, Надежда По традициям мы начинаем нашу программу с блиц-вопроса Беларусь – это остров стабильности в современной Европе Павел, адресу этот вопрос сразу же вам Вы знаете, из России она выглядит именно так И в каком-то смысле дает основания даже позавидовать тому, что у вас можно с уверенностью смотреть не только в завтрашний день Как говорил один политик с постсоветского пространства, имя которого не хочется сейчас вспоминать Но можно смотреть и на долгосрочную перспективу И вот эта мирная, спокойная, уверенная в себе Беларусь, где есть возможность трудиться, где есть возможность развиваться, где есть светлая вера и надежда на будущее Вы знаете, это дорогого стоит И понятно, благодаря кому это Вадим, пожалуйста Беларусь проводит взвешенную, прозрачную, направленную на гармонизацию международных отношений и внешнюю политику Это, естественно, приносит свои плоды Мы являемся донором региональной стабильности и заинтересованы максимально в том, чтобы здесь на европейской равнине был мир И в целом, чтобы какие-то ситуации конфликтного характера в любой точке мира разрешались путем переговоров и достижения договоренностей Внешняя политика Беларуси направлена на укрепление в мире доверия и партнерского взаимодействия И декларируя то, что человечество может построить справедливый мир, где будет место всему многообразию цивилизаций Важно отметить ключевые события, ключевые визиты главы государства, которые произошли в 2023 году Напомним о них в нашем сюжете Сложный, но продуктивный 2023 Каким он был для Беларуси? Новые контракты, новые партнеры, новые вызовы Китай — это будущее всей планеты Об этом Александр Лукашенко заявил во время второй за год рабочей поездки в Поднебесную Минск и Пекин не собираются сворачивать с общего пути Переговоры на высшем уровне вызвали широкое обсуждение в экспертном и медийном сообществе Встречу двух лидеров назвали исторической, а сами главы государств подтвердили Всепогодный, всесторонний и стратегический характер белорусско-китайских отношений Нет, не было слышно такого слова Все вопросы, которые мы поставили перед председателем КНР Си Цзиньпином Они получили один ответ Да, мы готовы работать, углубляться Давайте вместе, давайте подружески работать Этот визит был весьма продуктивным и полезным для нашей страны Пекин занимает исключительное место в нашей внешней политике Впрочем, не он один Такая далекая, но только на первый взгляд Африка оказалась открыта для Беларуси Наша страна предлагает равноправные партнерские отношения Континент богат полезными ископаемыми, там порядка 30% мировых запасов Долгое время страны Запада выкачивали африканские богатства Попросту отнимая возможность у государств самостоятельно развиваться Беларусь не из таких В Африке это видят и ценят Беларусь является надежным партнером для экваториальной Гвинеи И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом Президент Беларуси отметил Делегации проделали немалую работу Более 70 проектов уже начинают воплощаться в жизнь Надежного партнера Минск рассмотрел и в лице Харары Зимбабве долгие годы не могла обеспечить собственную продовольственную безопасность А в этом году уже начала экспортировать зерно Многообещающее начало положено, как и в случае с Кенией Прошедший визит Александра Лукашенко в эту страну был краткосрочным Тем не менее, лидеры успели договориться о конкретных поставках по трем важным направлениям Эксперты по достоинству оценили усилия сторон о наращивании сотрудничества Народы мира осознают В большинстве своем осознали Что будущее за Африкой Пришло время Африки Желающих сотрудничать с Беларусью много Видно это в том числе по климатической конференции в Дубае Выступление белорусского лидера там в корне отличалось от заготовок его коллег Что по настроению, что по содержанию Александр Лукашенко обратил внимание на явный недостаток форума Все участники выражают глубокую озабоченность экологическим состоянием планеты Но до реальных действий Дело не доходит Повестку всех встреч и визитов Александра Лукашенко диктует время Так и встреча ОДКБ на этот раз прошла в условиях милитаризации ряда стран Запад целенаправленно раскручивает спираль новой гонки вооружений При этом международное право работает исключительно для избранных Было на повестке саммита немало и внутренних вопросов Их урегулирование, как неоднократно говорил наш президент Это единственный ключ к сохранению единства ОДКБ Ну и конечно самым надежным партнером Минска в течение 2023-го оставалась Москва В декабре 2023 года Александр Лукашенко в очередной раз отправился с рабочим визитом в Россию Где принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета В повестке саммита более двух десятков вопросов Среди них развитие интеграционных процессов в ЕАЭС, международная деятельность, макроэкономическая политика и другие Мощнейшая организация ШОС Многие являются членами этого объединения, которое входит в состав ЕАЭС БРИКС очень распиаренная и правильная В будущем, возможно, мощная организация На которую смотрят многие страны, недовольные развитием ситуации в организации объединенных наций Но, сравнивая с ЕАЭС, я делаю вывод, что мы имеем больше возможностей Итоги уходящего года в России подвели в рамках неформального саммита глав государств СНГ Это уже своего рода традиция, позволяющая также и обсудить перспективы развития интеграции Вадим, какое, на ваш взгляд, событие, встреча была наиболее важной для Республики Беларусь? В целом, внешняя политика Беларуси была эффективной в 2023 году И здесь надо в трех плоскостях рассматривать нашу работу И, можно сказать, результаты и встречи В вопросах безопасности, главный результат, мир на нашей территории В рамках договоренности с нашим стратегическим союзником Российской Федерации Мы разместили на территории Беларуси тактическое ядерное оружие Это серьезный аргумент для наших недоброжелателей Для того, чтобы воздерживаться от любой агрессии в адрес Беларуси Поэтому визиты и встречи в Москве Это очень важный и приезд Путина сюда Это очень важные, так скажем, вехи нашей внешней политики 2003 года Значит, вопросы экономики Главный результат – экономический рост И здесь наша работа в рамках ШОС, в рамках Евразийского экономического союза Мы имеем стратегические отношения с Россией, с Китайской народной республикой, со странами ЕС, странами ближней дуги На Ближнем Востоке наши хорошие партнеры Объединенные Арабские Эмираты В стране дальние дуги мы активно там работаем И главный результат – это рост экономики Беларуси Здесь встречи все были эффективными Такая эффективная дипломатия Беларуси на внешнем контуре Говоря о третьей составляющей Это политическая составляющая нашей внешней политики И здесь попытка наших недоброжелателей изолировать Беларусь была изначально обречена на провал Когда мы имеем двух союзников, крупнейшую по территории страну, с сильнейшей армией, с такими запасами природными, авторитетную в мире и регионе, Россию И второго союзника – Китай, самая густонаселенная страна, первая экономика мира по поваритету покупательной способности Уже было смешно говорить об изоляции, но при этом мы существенно наросили наше присутствие на рынках стран ближней дуги На рынках наших стратегических союзников И в странах дальней дуги Беларусь проводит очень эффективную внешнюю политику И вот на климатическом саммите Лукашенко стоял в первом ряду Вот Прибалтика и Польша самоизолировались Лукашенко был в первом ряду В очередь выстраивались отдельные лидеры, чтобы пообщаться с нашим президентом Три океана пересек белорусский президент, чтобы провести встречи с главами государств Это говорит об эффективности белорусской внешней политики И изолировать нашу страну, находящуюся в центре Европы, невозможно Абсолютно с вами согласна, Вадим И важно отметить то, что вы сказали о взаимоотношениях между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой Потому как пока Запад играет в геополитику, разжигая войны Беларусь и Китай солидарны в идее построения сообщества единой судьбы человечества И доверительное политическое взаимодействие дополняют и рекордные показатели торговли Вижу, к нашему эфиру присоединяется Юрий Дудкин, военный эксперт, аналитик Юрий, здравствуйте! Здравствуйте, Надежда, рад вас видеть! Подводим итоги года внешней политики Республики Беларусь В первую очередь, вот начинали нашу программу с блиц-вопроса На ваш взгляд, является ли Беларусь сегодня островом стабильности? В бурлящем? Турбулентном? Не люблю это, конечно, слово, но в таком мире Безусловно, Республика Беларусь это самая стабильная страна в мире И практически одна из самых суверенных наравне с Российской Федерацией Китайской Народной Республикой И как это не покажется для кого-то странным Демократической Республикой Кореи КНДР, Корейской Народной Народной Республикой То есть суверенитет Беларусь никогда не променяет на колбасу Как сказал бы Владимир Владимирович Путин Ну и самое главное, это то, что белорусский народ Именно так себя ощущает Именно таким себя ощущает белорусский народ Независимым, суверенным и сильным То, что говорят на Западе, там, нарушений каких-то демократических Но правил каких-то, которые не писаны никем И никто их не видел и так далее На это все можно просто-таки Извините за выражение Потому как, еще раз повторю, Беларусь никогда Не променяет свой собственный суверенитет Интересы своего государства И интересы своего народа На какие-то мнимые западные ценности Которые нам декларируют уже 30 лет Нам, я имею в виду, это Украине Которая на сегодня находится в периоде полураспада Если говорить языком физиков Поэтому я по-прежнему считаю Республику Беларусь Не только надежным партнером Что называется, всего славянского мира Но и прежде всего Союзным государством С Российской Федерацией И это наводит не только ужас Но и дикую ненависть Запада К этой стране Что, собственно говоря, и требовалось доказать Юрий, вы абсолютно правы Суверенитет Это именно тот термин За который так отчаянно боролась Украина В конечном итоге Этот термин, он растворился Он исчез И абсолютно не вызывает никаких ассоциаций Именно с Украиной Вальдемар Герт Присоединяется к нашему эфиру Немецкий политик, предприниматель Вальдемар, здравствуйте Подводим итоги года Говорим об итогах года внешней политики Республики Беларусь Не могу у вас не спросить Как бы вы подытожили этот год Для Европейского Союза Для одного из возможных участников Нового многополярного мира Сможет ли он быть таковым? Есть ли у европейской концепции Еще шансы материализоваться? Я прибегну к такому же термину Как вот коллега до меня Европейский Союз тоже находится В процессе полураспада О котором я уже говорил Пять лет назад Что мы Продолжая вот такую политику Политику жесткого контроля Денежного и политического Политику лишения суверенитета Всех европейских стран Это приведет к распаду Нельзя долго Стягивать колючие проволоки Это единство веника Я уже говорил об этом Можно колючей проволокой его стянуть Но ветки высохнут Отпадут Вот сейчас происходит то же самое Каждая страна начинает искать пути Возврата себе суверенитета Потому что понимает Что корабль идет ко дну Я очень сильно надеюсь Что распад Евросоюза Превратится в его реконструкцию Реконструкцию по принципу того Как начиналось и задумывалось Это все Это свободный союз Суверенный государств Вот к этому надо вернуться Тогда мы все вместе сможем Европейское пространство Не заканчивается На границе Польши И Беларусь Это часть европейского пространства Неотъемлемая Которая суверенно И долго показывала Свою приверженность К личному суверенитету И защите прав своего народа Вот сейчас За это его критиковали очень сильно Да, вашего руководителя Сейчас мы хлопаем в ладоши И радуемся Когда в Европе появляются Такие руководители Вальдемар Вы знаете, не так давно Попалось историческое видео Слова Маргарет Тэтчер Которая критиковала Советский Союз За то, что ключевые решения Принимаются исключительно в центре В центре, в столице В столице тогдашней уже Бывшей империи Но если мы говорим О Европейском Союзе сегодня Что вот в противовес Она ставила Европейский Союз Где многоголосие сохраняется Но сегодня реальность совершенно иная Даже те лидеры политические К примеру, тот же Орбан И не так их много В той же Словакии Господин Фитца Он ведет в разрез С этим мейнстримным подходом Их пытаются заглушить Но как вы считаете, есть ли... Это же не правда полная Что какое-то многоголосие Да нету там никакого многоголосия Я же был депутатом Я видел 80% законодательных актов Приходит к нам Мы не имеем права даже дискутировать По этим актам Они приходят для принятия к сведению Если Евросоюз определяет Длину шнура у пылесоса И пленку, в которую надо заворачивать огурец И определяет, сколько беженцев Ты должен принять Определяет, сколько вакцины Ты должен купить Сейчас вот этот скандал выходит Там же мадам наша через фирму В которой ее муж накупила вакцины На все человечество на 100 лет вперед И теперь государства должны выкупать эту вакцину Которая никому не нужна Польша первая сказала Я не буду На нее подают в суд Ее лишают этих Москва имела влияние Но именно там Вы посмотрите, сколько было смежных предприятий Сколько заводов было построено По всем республикам И распределено А что делает Евросоюз? Он ограбил всю Прибалтику Все, все Прибалкане Все, разрушая экономику И тянул к себе рабочую силу По принципу Третьего Рима Это страшный диктат Который сейчас устроила Вот эта куча колделых Зелено-голубых толерастов Вот так вот примерно Вальдемар, согласно с вами Кроме этого важно отметить Что помимо действительно Крайне сложных Неуважающих суверенитет Друг друга Взаимоотношений Которые сегодня складываются С Западом И внутри Европейского Союза И между ними Есть государства Которые выстраивают Взаимовыгодные отношения И вот важно отметить Два визита Александра Лукашенко в Пекин Произошли в 2023 году И вот вы знаете, Павел Приходилось слышать Что это событие Правильнее воспринимать В контексте Деятельности Союзного государства И последовательной Позиции Минска Как важнейшего Союзника Москвы И можно ли сказать Что в данном случае Александр Лукашенко И Владимир Путин Играют, как говорят музыканты В четыре руки Так и есть Мне, кстати, было очень приятно Слышать то, что сказал Вадим О стратегическом партнерстве Наших народов И наших президентов На этом будет держаться В перспективе вся Евразия И союзное государство Которое попытались похоронить Некоторые наши западные партнеры Еще не раскрыло Тысячной доли своего потенциала Это не будет аналог Советского Союза Здесь будет больше суверенитета Больше демократии Больше возможности Ориентироваться на свои Национальные интересы Но оно еще о себе заявит Это будет одна из ведущих Геополитических сил На нашей планете Что касается Китая То, конечно, сотрудничество С ним внушает нам уверенности И самое главное Ведь Китай, в отличие от Западных партнеров Как мы их когда-то называли Он не навязывает нам Своих политических, идеологических Духовно-нравственных стандартов Он говорит Давайте уважать Наши национальные интересы И наши традиции Живите как хотите Выстраивайте свою политическую перспективу В соответствии с чаяниями собственных народов А не с каким-то там Золотым стандартом Западной либеральной демократии Поэтому, если вспоминать Важнейшие события 2023 года То я к их числу Отнес бы переизбрание Председателя Си На третий срок Он будет в очередной раз Выполнять функции Главы китайского государства На протяжении Долгого периода времени Может быть, его ждет Еще одно переизбрание Его авторитет В Китае Во всем мире Не пререкаем И вы знаете Когда такого рода человек Встречает вашего главу государства Жмет его руку Общается с ним Как с равноправным партнером Чего не делают западные лидеры Это дорогого стоит Потому что Синь Цзиньпинь Лучше всего понимает Каким будет этот мир будущего Вот вы знаете Сейчас попрошу коллег Вывести на экран Карту Расширения БРИКС Пожалуйста, коллеги Страны-претенденты Страны БРИКС И Вадим Мне кажется Это был год Достаточно важным Для этой площадки Международной За этим будущее И важно еще отметить Что сегодня Беларусь фактически Меняет мировой имидж Африканского континента Конечно Готова стать надежным мостом Для Центральной Африки В Евразию Я бы хотела Зачитать цитату Профессора Доктора экономических наук Ирины Новиковой Многие оппоненты спрашивали Ну что такое Зимбабве Это страна, которая почти В самом конце по уровню жизни И действительно У страны было много проблем Плохие урожаи Начался голод И когда Беларусь Начала сотрудничать с Зимбабвой Она прежде всего Предложила свою Агротехнику То, в чем мы сильны И в 2023 году Прошла информация Что впервые в Зимбабве Обеспечили себя урожаем В стране впервые Не было голода И не нужно было Закупать продовольствие За рубежом Мы говорим О встречах Колоссально важных Мы говорим О взаимовыгодных условиях Но и В определенной миссии Не только миротворческой Но и гуманитарной Которую сегодня Ведет Республика Беларусь У нас очень здравая Прагматичная Внешняя политика Это вот нас Кстати говоря Объединяет с Китайской Народной Республикой Где мы в мире Никому не пытаемся Навязывать Свои взгляды На внутреннюю политику На какие-то аспекты Международной деятельности Но мы требуем уважения К собственным Национальным интересам Это нас сближает С Китаем Когда мы говорим Что на международной Валене Вопросы лучше решать В мирном ключе В ключе переговоров Вот Китай Кстати говоря Почему нам он близок Я перейду к Африке Потому что Китай Как страна Заинтересованная Максимально В обеспечении Суверенитета Беларуси В том числе И в рамках Союзного государства И очень важно Чтобы мы Выстроили ту модель Россия и Беларусь Которая будет привлекательна Для наших партнеров По АЭС По наших партнеров По другим Интеграционным Объединениям Где мы будем являться Центростремительной силой В Африку мы приходим Как равноправные партнеры Мы создаем Плацдарм Для работы На всем континенте То есть выстраиваются Транспортно-логистические цепочки Выстраиваются Логистические центры Выстраиваются Сервисные центры То есть то Что мы будем Присутствовать в Африке Это Мы приходим Совместно с теми Партнерами Такими как Китай Объединенные Арабские Эмираты Российская Федерация Я думаю Я думаю Что мы вместе Можем предложить Африке гораздо больше Чем те страны Которые Последние десятилетия А это известные страны Португалия Италия Германия Бельгия Которые выкачивали Франция Которые выкачивали из Африки Ресурсы Человеческие ресурсы Природные ресурсы И унижали эти народы Вот мы приходим Совсем с другой концепцией И к нам относится уважительно Я полностью поддерживаю Мы приходим в Африку Не как белые колонисты Соединенные Штаты Америки Придумали этот лозунг Black Lives Matter Жизни черных имеют значение Однако же они об Африке Говорят с вот этой Высокой империалистической позиции Очень надменно Пренебрежительно А мы как наследники Советского Союза Там воспринимаемся По традиции очень хорошо Нас любят Нам доверяют И мы постараемся Это доверие африканцев Оправдать в перспективе Юрий Ну вот много говорилось Об опасности Глубокого Отчуждения Между Западом И Россией Которая эффективно Играет на руку Китаю Другим развивающимся Державам Но тем не менее Лидеры Соединенных Штатов Америки Европейского Союза В Великобритании Той же Следуют курсу Который подталкивают И Москву И Минск К более тесному Союзу с Пекином Вот означает ли это Что западный Стеблишмент Больше не заботится Об этом И не надеется На восстановление Адекватных отношений С Россией И с Республикой Беларусь В будущем Либо же Все еще впереди И многополярная система Еще покажет нам Возможные Альтернативные союзы Да, вы совершенно Правы Надежда И действительно И России И Беларуси И всем Государствам БРИКС Как это ни странно Это не только Экономический союз Это большой Никакой многополярности Спасибо Альтернативные союз То, что останется От Украины Таково мое мнение Вальдемар Отвергает Повестку Дня глобалистских элит Да, конечно И я всеми силами Поддерживаю Формирую Это движение Но надо понимать Что Кадровой политикой Уже в течение Многих десятилетий Занимаются Соединенные Штаты Очень планомерно Очень продуманно И поэтому Происходит Все больше Разрыв Между элитой И народом Вот сейчас 8 января Вся Германия Выйдет На баррикады Я надеюсь Что мы Продавим Решение О смене правительства Но вот Встает вопрос А на кого Менять Все остальные Тоже Соросовские Они все Прошли там Эту школу Им там Давали гранты Их вытягивали На эти должности Их ставили На эти должности То есть Это резерв Вашингтонский Резерв Кадровый Который Поменяет Между собой И в принципе Все останется Там же Где и есть Только Сильнейшее Народное Движение Которое Вот сейчас Уже подходит Критическая масса Накапливается Может прервать Эту Дружбу Якобы Дружбу С нашими Заокеанскими Коллегами Которые Поставили Себе Целью Расчленить Россию Уничтожить Европу И тем самым Остановить Развитие Китая Европа Сейчас Просто Американцами Положена На стол Заклания Нам Сейчас Надо Поднять Народное Движение Которое Свергло Вот эту Элиту И они Поехали К себе Туда Куда Пускай Они Едут Оттуда Откуда Они Зарплату Получают Мы Сами Здесь Разберемся На Европейском Континенте И дружба Германии И России Всегда Была Залогом Процветания Не только Для этих Двух Государств А для Всего Мира К этому Стремимся Над этим Работаем И Мы Еще Это Увидим С вами На самом На самом деле Александр Лукашенко Неоднократно При встрече С представителями Европейского Союза Стран Входящих В Европейский Союз Поднимал Вопрос И выражал Своё мнение О том Что действительно Беларусь Заинтересована В том Чтобы Европейский Союз Сохранился И был Партнером Уважающим Себя Партнером И на встрече С господином Сиярта Эта мысль Звучала Мы понимаем Что происходит Сегодня Сегодня Есть одна Сила Это одна Фирма Англосаксы Вашингтон Лондон Которые Заинтересованы В сохранении На ближайшие Десятилетия Контроля Международной Финансовой Системы Международной Торговли И в принципе Глобальных Вопросов Определения Миропорядка Они После распада Союза Почувствовали себя Достаточно уверенно Даже Россия На это согласилась Во многом Но Россия просила Не вмешивайтесь В наши дела Дайте нам В зоне Нашего Влияния Развиваться Но они чего испугались Они увидели Что благодаря тому Что Россия воспряла Экономически И торгует с Европой Качественно Она подымается Европа подымается Там начинают звучать Голоса более самостоятельные И Китай Который был Абсолютно прав Коллега Из Германии Ориентирован Во многом На торговлю С Европейским Союзом В несколько раз Торговля с ЕС У Китая Больше чем США Даже Китай завязан И на американский рынок Серьезно И соответственно Они увидели Что провернув Специальную военную провокацию На европейской равнине Они смогут Сделать такой шаг Который ослабит Одновременно Европейский Союз Российскую Федерацию И подбираются к Китаю В том числе Возможно Провоцируя Кризис В Тихом Океане Поэтому Что наш Наш в чем интерес Наш интерес в том Чтобы на карте мира Существовали Игроки Такие как Европейский Союз Китайская Народная Республика Российская Федерация И те блоки Объединения Которые будут Значит Обеспечивать Интересы Этих государств Такие как Шанхайская Организация Туничества БРИКС ЕС наш И которые будут Взаимодействовать И балансировать Международную обстановку К сожалению В чем проблема Под внешнее управление О чем говорил Наш немецкий товарищ Попала Европа Украина является Просто Что самая Главная трагедия Украинского народа Что политическая элита Позволила сделать Украину инструментом Понимаете В руках Вашингтона И сегодня Наплевать Вашингтону Абсолютно На судьбу Украинцев На судьбу погибших Разрушенной инфраструктуры Это инструмент В достижении Геополитической цели Главный успех Внешней политике Беларуси в том Что мы ни одному Ни одной стране Ни на востоке Ни на западе Не позволили Сделать нас инструментом В руках своих Не позволили Манипулировать собой Юрий А вот Пожалуйста Я вижу Ваше желание Высказаться Но Как Вы считаете Мы говорим Об одном из участников Многополярного мира Многополярной системы Будущего Но Европейский союз Сегодня Равно Соединенные Штаты Америки А смысл тогда В их разделении Я вначале Хотел бы Надежда Возразить Вашему итальянскому коллеге Который ранее выступал Да Валерию Ченетти Что якобы Восточные территории Которые уже являются Де факто По конституции Российской Федерации Являются территориями И народы Этих территорий Являются гражданами Российской Федерации Включая Крым И мол Вот такая Знаете Негласная Такая Проходит мысль О том Что На этом надо Остановиться И Вести какие-то Начинать Вести какие-то Переговоры Об этом Очень часто На сегодняшний день Говорят на Западе В журналистских Кругах Политологических Политических Кругах Ну Такие Наиболее Прогрессивных Кругах Конечно Хотя Это является Глубочайшей Их ошибкой Потому Как я напомню В очередной раз Что Ни в каких Выступлениях Высшее руководство Российской Федерации Проводящее Специальную Военную Операцию На территории Украины Не отказалась От своей Предыдущей Концепции Демилитаризации И Деноцификации Всей территории Украины Подчеркну Ключевое слово Всей территории Украины Государства Украина Поэтому Вот эти Вот мысли О том Что Где-то Надо уже Останавливаться Прекращать Прекращать Мы будем На границе С Польшей Вот И вести Переговоры Будем Только лишь С теми Уполномоченными Я даже Не знаю Кто это будет Украинскими Властными Структурами Которые Согласны Будут Подписывать Документы О капитуляции На условиях Российской Федерации Павел Пожалуйста Согласны ли вы С мнением Я с удовольствием Выслушал Точку зрения Юрия Разделяя ее Полностью Никакая Голиция Никакая там Левобережная Отдельная Самостоятельная Которая Войдет в НАТО В Европейский Союз Нас не устроит Зачем У наших Границ Государство Голем Единственный Смысл Существования Которого Заключается В том Чтобы уничтожить Россию И Беларусь Мы исторически Не имеем Права Допустить Существование Такого Государства И если уж Мы начали Поэтому Дело на полпути Никто не бросит Вопрос неправильно Начинать со слова Когда Никто не знает Когда закончится Специальная Военная Операция Но доподлинно Можно сказать Чем она Закончится Не захватом Городов Ее закончит Внутреннее Центробежная Сила Которой Источником Будет само Украинское Общество И чем раньше Оно это Осознает Тем лучше Кстати 2024 год Он грозный Еще не только Потому что Это год Дракона На Украине Видит в нем Особую Символику 2004 Майдан Номер 1 2014 Майдан Номер 2 2024 Мог бы стать Для Украины Спасительным Годом Народно-освободительного Майдана Номер 3 Результатом Которого Станет Свержение Действующего Националистического Режима И установление Чего-то Более Суверенного Трезвомыслящего И прагматичного А потом Вот вместе С этим Режимом И вместе С белорусским Руководством Мы коллективному Западу Предъявим Счет За то Что они Сделали С Украиной Напоминаю В эфире Программа САС Уполномочен Заявить Подводим Итоги Года Итоги Внешней Политики Республики Беларусь Поговорим Сегодня О политической Конъюнктуре Азиатско-Тихоокеанского Региона Которая Построена На полюсах И альянсах И в этом Контексте Китай Северная Корея Выделяются Как страны Где Соединенные Штаты Америки И организация Североатлантического Договора Конкурирует В регионе И после Глобального Экономического Кризиса Начавшегося В 2008 Году В 2010 Году Китай Обогнал Японию И стал второй По величине Экономикой Мира В последующие Периоды Пекин Поднялся На вершину Глобальной Цепочки Поставок Благодаря Своей Растущей Экономике И данная Ситуация Позволила Китаю Подняться В качестве Игрока Выступающего За многополярность Против Западной О напряженности В Азиатско-Тихоокеанском Регионе Детальнее В нашем сюжете Запад Усиливает Влияние В Азиатско-Тихоокеанском Регионе Нестабильность Там провоцируют В частности Соединенные Штаты Вашингтон Без церемона Расширяет Военную инфраструктуру Приближая ее К границам России и Китая Руководит Военным По сути Антикитайским Союзом В который Входят США Англия И Австралия Рассматривает Возможность Поставок Оружия Тайваню И создание Нового Союза Тихоокеанской Четверки США Япония Австралия Филиппины Тем временем Напряженность Между США И КНР Может разжечь Горячие точки В Азиатско-Тихоокеанском Регионе Так и визит На Тайвань Спикера палаты Представители США Пелоси В Пекине Расценили Как политическую Провокацию Напомню Политик Посетила Остров В августе Прошлого года И в ходе поездки Заявила Что США Выступают Против Односторонних Попыток Изменить Статус Кво Острова А солидарность США С народом Страны Сегодня важна Как никогда Нагнетает Обстановку В регионе В том числе Продвижение НАТО На восток Это не только Усиливает Гонку вооружений И отравляет Атмосферу Регионального Сотрудничества Но также Провоцирует Даже новую Холодную войну Впрочем Продвижение Североатлантического Альянса В Азиатско-Тихоокеанском Регионе Не встречает Поддержки Международное Сообщество Оказывает Этому Сопротивление Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон Публично Выступил Против Создания НАТО Офиса Связи В Японии Подчеркнув Что Устав Альянса Четко Ограничивает Географический Охват Северной Атлантикой И Японии Там Явно Нет Вадим На ваш взгляд Как будет Выстраиваться Взаимоотношения С Пекином И Вашингтоном 2024 У многих Вызывает Опасения Касаемо Нестабильности Дестабилизации Ситуации В Южно-Китайском Море И как вы считаете Является ли Та же Российская Федерация Республика Беларусь Надежными Партнерами Сегодня Для Китайской Народной Республики Естественно Мы являемся Надежными Партнерами Это и на уровне Председателя Си Цзиньпина И Владимира Путина И Александра Лукашенко Неоднократно Не только заявлялась Но и подтверждалась Конкретными действиями В ходе голосования Организации Объединенных Наций В ходе Экономического Сотрудничества И прочее Китай Ему это было Не так просто Но он Рассчитав Все геополитические Угрозы Экономические риски Принял решение Прилагать Максимальные Усилия Для того Чтобы Вопрос с Тайванем Урегулировать Мирным путем То есть Стратегически Для Китая Выгодно Мирно Урегулировать Этот вопрос Поэтому Когда мы говорим Об Украине Я не буду сейчас Даваться в подробности Чтобы не разжигать Нам дискуссию Я считаю Надо быть Более умеренными Более сдержанными И наша позиция Позиция Александра Лукашенко Руководства Беларуси И в принципе Те заявления Которые звучали Говорят о том Что переговоры Надо начинать И чем раньше Мы начнем Переговоры Тем меньше Под столом Этих переговоров Будет Похороненных Россиян И украинцев Касательно Китая Значит Касательно Китая Я перебью вас Буквально минутку 13 января Пройдут выборы На Тайване И что примечательно Когда сегодня Ты наблюдаешь Смотришь фотографии Как проходит Предвыборная кампания Все лозунги В большинстве случаев Написаны Исключительно На английском Проблема Провокативный характер Будет носить И предвыборная кампания И те блоки Вот блок этот Австралия Это опять же А суверенитете Вот к чему я говорю Филиппины Япония То есть там И сосредотачивают И флот И так далее То есть Соединенные Штаты Америки Подготавливают почву Для возможного Конфликта на море Си Цзиньпин говорил о том Что к 27 году Они постараются Выстроить Мощнейшую армию В мире И все для этого делают Сделать конкурентный Флот США Для этого делается все По некоторым позициям Сегодня Китай Конкурирует Американцам Выгодно До этого момента Китайцы будут Стараться сделать это Быстрее Американцам Выгоден конфликт До того Когда Китай Сможет Продемонстрировать Существенный Важный ответ Естественно В случае Жесткой провокации Китай отреагирует В наших интересах Я еще раз объясняю Сегодня Каждый день Войны в Украине Каждый день Прерывания торгово-экономических отношений С Европой Это удар по России По Европе По Китаю Каждый день И встягивание Китая В этот конфликт В Тихом океане Это будет дополнительный удар И мы продляем Агонию Вот кстати Обратим внимание На карту Санкционная политика Запада В итоге Не стоила Свечу Точно Она абсолютно провалилась Это вот вы знаете Тот случай Когда выстрели себе В ногу Особенно Если мы говорим О санкционной политике Понимаете Она В первую очередь Европейский союз Отстрелив себе Одну ногу Продолжает Уничтожать Сам себя И наш коллега Из Германии Абсолютно справедливо Говорит Что Европа Занимается Саморазрушением Мы больше делали Торгуя с Европой А Россия Поставляет туда Дешевые энергоносители Для единства Европы Чем сегодня Европа делает Сама для себя Особенно Вот эти вновь Прибывшие страны Которые Зачем было при Балтике Резко высказываться В отношении Китая По поводу Тайвань Зачем Ну сегодня ушел Китай Из Литвы той же Что американцы туда пришли Нет Американцев там нету Но они потеряли инвестиции И Китаю нужно думать Не только о Тайване Что очень важно для Китая Но и о внутренней безопасности Целности Социально-политической стабильности Нам нужен сильная Китай Нам нужна сильная Россия Для этого мы должны действовать Хладнокровно Взвешенно И сегодня мы должны Вообще сильные не воюют Поэтому чем меньше Мы будем вынуждены Наши блоки воевать Тем сильнее мы будем Вот Павел Поэтому вопрос Как вы считаете Если же фокус Внимания С Украины Будет перенесен На ситуацию С Тайванем Как вы считаете Поспособствует ли это Скорейшему завершению конфликта Либо Соединенные Штаты Как они будут себя вести Мы можем это спрогнозировать Ваш прогноз 2024 год Пожалуйста Знаете к сожалению В 21 веке Фактор силы Грубой военной силы Для поддержания стабильности В тех или иных уголках мира Еще никто не отменял Более того Как показывает практика Только сила была способна Доказать всему миру Что Запад превратился Помните как говорил Владимир Ильич Леонид В стену Которую только ткнешь И развалится У меня другой образ Рисуется в голове Это какой-то Стареющий гроссмейстер Который уже впадает В деменцию Но пытается вести сеанс Одновременной игры На разных площадках И на Ближнем Востоке И в Европе И в Азиаско-Тихоокеанском регионе А результат везде один Он везде терпит поражение Китайцы в этом отношении Да, молодцы Я не могу этого не признать Они умеют ждать Они умеют ждать И они понимают Что Тайвань Как спелое яблоко Рано или поздно Сам свалится им в руки А Америка И Евросоюз Им нужны Просто потому Что это главные потребители Китайских товаров Главные инвесторы В китайскую экономику Мы сегодня Киссинджера вспоминали В том числе И благодаря Киссинджера Все это произошло Но Вот если Думать нам Наперед О развитии Сельскохозяйственной отрасли Какой продукт выращивать Надо выращивать кукурузу Потому что Самый востребованный Товар 2024 года Будет попкорн Нам всем надо запастись Попкорном И посмотреть За выборами президента США Они когда в 2019 году Сняли первую часть Фильма Джокер Помните что там началось Эти все протесты БЛМ Попытка захвата Капитолия Сейчас выходит на экраны Вторая часть этого фильма И одновременно же Весной Фильм который так и называется Голливуд снял Между прочим Гражданская война Вот американское общество Закипает Там будет Гражданская война В том или ином варианте В штате Колорадо Трампа уже выбросили Из предвыборных списков На праймере С республиканцев Это серьезно Что в одном штате Будет один список Кандидатов на пост президента А в других штатах Совершенно иной Это как еще называть Кроме как Это крушение Мы с вами едим попкорн А вся история Последних 20 лет Кровавая баня На Ближнем Востоке Афганистан уничтожили Ливию уничтожили Иран уничтожили Украина в крови А у нас с вами попкорн И поймите одну вещь Самый главный успех Внешней политике США То что им целый век Удается воевать чужими руками Понимаете или нет О будущем Как знаете говорил Один американский политик Народ Ливии Будет всю жизнь Помнить наше присутствие В этом регионе Народ Афганистана Будет помнить Народ Ирака Будет помнить А наши уже думают О новой войне И забыли давно Избирают Понимаете о чем они Они поломали судьбы Целым на украинский народ Сотни лет Будет помнить эту трагедию Понимаете или нет А американцы Даже не вспомнят Через 10 лет Поэтому нам с вами Сегодня нужно учиться Значит Отстаивать свои Национальные интересы И максимально Не поддаваться на провокации При этом я уверен Что Владимир Путин Принимая какие-либо решения Опирался на данные Разведки Своих Ведомств и так далее Поэтому мы не подвергаем Сомнению Но мы говорим о том Что далее нам надо Действовать более Хладнокровно и взвешенно Вот Многополярный мир В 2023 году Он выкристаллизовался Он есть И он будет Об этом Еще 20 лет назад Сказал Александр Лукашенко Давайте услышим Его прямую речь Они понимают Что завтра Доллар Отберут у них Грубо говоря Появится новая Валюта И гегемония закончится На дурницах В Беларуси говорят Жить уже Не получится Придется На эти доллары Не просто Печатать их Круглые сутки А их надо будет Зарабатывать Как это делаем Мы и весь мир Многополярность Многополярность Некоторые раньше Боялись это выговаривать А я Впервые сказал Это лет 20 с лишним Тому назад В Китае Будучи Нам нужен Многополярный мир Поднимите документы Посмотрите И мир к этому Движется Слава Богу Дорогой Юрий Несмотря на то Что на Украине Нацистским режимом Зеленском Уничтожена Украинская Православная Церковь Каноническая Подавляющее Большинство Граждан Украины Безусловно Безусловно Празднует Этот святой Праздник Святого Рождества Именно 7 января Несмотря ни на что Несмотря ни на Колоссальные Репрессии Внутри страны Против священнослужителей Прежде всего Этой Канонической Церкви Против отдельных Граждан Которые всегда Поддерживали Молились За мир Прежде всего На Украине Я хочу Поздравить Всех Граждан Украины С этим Светлым Днем И По-прежнему Верьте В то Что Добро Восторжествует Иначе Быть не Может Спасибо Я поздравляю Всех Присутствующих Наших Уважаемых Зрителей Которые Находятся В Республике Беларусь В Российской Федерации В Украине С этим Светлым Праздником Сохраняйте Тепло В ваших Сердцах Сохраните Веру В чудо И завершу Нашу Сегодняшнюю Программу Цитатой Кессинджера Еще в конце 90-х Он отметил Ни одна Великая Держава Не отступает Навсегда И оказался Прав В отношении России Но это Справедливо И для Соединенных Штатов Вот не будем Спешить Их хоронить В наступившем Году Они еще о себе Не раз Напомнят И как верно Отметил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко Многополярный мир Принесет пользу Всем государствам И в этом Будущее всего мира Спасибо С праздником Это была программа САС Уполномочен Заявить 2023 год Стал Переломным В процессе Перехода К многополярной Системе Международных Отношений